Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для SizeLeggingSimulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит и сам скрипт. Получить их можно очень просто на моем личном сайте. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Значит, первым делом, если у вас не скачан чит, заходим во вкладку Exploits. И здесь выбираем чит, который вам больше всего понравился. Всего лишь их пока что два, возможно, в скором времени будет больше. Сразу скажу то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. В сегодняшнем видеоролике буду показывать Splash. Далее, что нам нужно сделать? Вернуться обратно во вкладку Home и написать в поиске SizeLeggingSimulator. Нажимаем поиск. Пока что здесь есть один скрипт. К сожалению, больше пока что на этот режим скриптов нету. Их пока что не создали. Возможно, в дальнейшем еще будут. Но пока есть только этот. Нажимаем на кнопку скачать. Далее, еще раз скачать. И, как видите, появляется скрипт. Все очень просто. Далее, заходим в Roblox. Потом запускаем чит. Далее, вставляем сюда скрипт. Заходим в настройки. И выбираем DLL от Crinel. Насчет DLL от VRDevs. Насколько вы знаете, он был бесплатный. Он сейчас и бесплатный. Но он работает сейчас совсем по-другому. Его уже обновили. Но пока что мы в читах его не обновляем. Короче, вкратце. Если мы сейчас его обновим. Там новый IP вот этого DLL поставим. Чит. Сейчас этот DLL начал скачивать. То есть устанавливает посторонние какие-то приложения на ваш компьютер. И пока что еще неизвестно, нормальное это приложение или нет. Потому что есть вероятность того, что это сделано, чтобы украсть ваши аккаунты. Потому что DLL работает полностью бесплатно. А им с этого, как вы знаете, выгоды особо нет. Так что пока что мы этот DLL не будем обновлять. Используйте Crinel. Либо Easy Exploit. Electron. Oxygen какой-то еще есть. Вот можете их использовать. С VRDevs DLL мы пока что подождем. Посмотрим спустя время. Может быть они уже просто обновят тот IP старый, который у них был. Либо уберут скачивание посторонних приложений. А там уже будем решать, будем обновлять его в чите или нет. Ну короче, я думаю, вы суть поняли. Напомню то, что DLL от Crinel использует тоже ключ систему. То есть вы нажимаете Inject. У вас появляется окошко. В этом окошке вы копируете ссылку. Далее вставляете ее в поисковую строку браузера. Проходите капчу. Вас прикидывает на сайт. Вы там ждете 15 секунд. Далее еще раз вставляете эту ссылку. Проходите капчу. Так, короче, нужно сделать где-то 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы его вставляете в это окошко. Нажимаете Enter. И у вас получается заинжектиться. Далее нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. Самое первое это фарминг. Нажимаем. И перед тем, как включать автоклики, значит нужно сначала в руку взять предмет, которым вы получаете силу. И нажимаем эту функцию. Ну то есть включаем. И как видите, автоматически фарм пошел силы. Так, идем дальше. Rebirth the Mount. Здесь вообще по идее нужно выбрать сколько ребёрстов вы хотите сделать. Ребёрстов. Но здесь вот какая-то вот такая фигнюшка. Не знаю, может быть разработчик скрипта хотел прикольнуться. Но тут, короче, нельзя выбрать количество ребёрстов, которые вы хотите сделать. Но кнопочка авторебёрст есть. Кстати, насчет ребёрстов я не знаю даже где они здесь делаются. Возможно их даже здесь и нету. Так, нажимаем Sell. К сожалению, вроде бы как автоселла тоже нету. Но зато есть автоклики. Ну, лучше пока скрипта нету, так что единственный вариант пользоваться только этим. Так, ладно, выключаем эту функцию. Давайте попробуем купить автоматически пэтов. Где здесь вообще есть яйца? Надо их найти. Ну, чё-то пока что не вижу. Коинс, давайте сюда зайдём. Чё это такое? Ага, понял. Это значит магазин. Ну, по идее, где-то на спавне должно быть яйцо. Но вот это яйцо не работает, которое здесь есть. Написано, скоро появится. Угу. Так, вот здесь есть какое-то яйцо. Отлично. Идём сюда. А, я сюда не могу зайти. Понятно. Мне нужно 500 сил. Окей, значит пока не получится, скорее всего, яйцо открыть. Значит, заходим в магазин. И здесь покупаем другой предмет, чтобы быстрее прокачиваться. Давайте за 45 купим. Далее ДНК. Это инвентарь. За 25 давайте купим. Всё, включаем. Автоклики. И, как видите, всё отлично работает. Так, что дальше у нас здесь есть? Телепорт. Давайте проверим. Ну, что-то никуда не тп хает. Окей. А далее, это скорость вашего персонажа. Как видите, работает. Высота прыжка тоже работает. Отлично. Ну-ка, получится залететь сюда? Ну-ка. Не. Походу не получится. Защитили эту локацию специально, чтобы с помощью часов нельзя было проходить. Ну, если включите ноу-клип, то у вас получится пройти. А так, больше никак сюда не попасть, если у вас нету, получается, 500 силы. Окей. Ну, давайте я сейчас быстренько тогда прокачаюсь. И мы попробуем с вами проверить функцию автооткрытия яйца. Всё, я наконец-то накопил. Даже вышло чуть побольше. Выключаем, получается, автоклики. И идём в эту локацию. Всё, отлично. Сюда могу зайти. А, и здесь яйцо купить нельзя. Вот это прикол, конечно. Здесь тоже нельзя. А, получается, здесь... Вообще пэтов нету. Потому что по гуишке, да, я сейчас смотрю, инвентаря нету. Это получается, нужно ждать обновления, когда появятся яйца. Понял, принял. Зря тогда копил. Ну, ладно. Короче, тогда, когда обновление выйдет, сами проверите автооткрытие. Я думаю, оно будет работать. А на этом, в принципе, буду заканчиваться. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока.